Сегодня уральские торжественно проводили последнюю партию военнослужащих, представителей Министерства обороны и других структур, приехавших на борьбу с паводком. На площади первого президента Акимобластен Риман Турегалиев от имени всех западно-казахстанцев выразил им благодарность за поддержку в сложный период. Алмагу Джиписова расскажет подробнее. Паводковая вода грозила затоплением 84 населенным пунктам нашей области, в том числе городу Уральск. Западно-казахстанцы вышли на борьбу со стихией «Все как один». На помощь прибыли военнослужащие МЧС, обороны, внутренних дел, национальной гвардии и пограничной службы. Сегодня угроза миновала благодаря слаженным и оперативным действиям каждого из них. От имени всех жителей при Урале глава региона выразил прибывшим к нам на помощь огромную благодарность. Благодаря единству казахский народ преодолел многие трудности. На состоявшемся вчера заседании Ассамблей народа Казахстана глава государства отметил, что наш народ преодолевает наводнения во многом за счет единства. Нерушимое единство казахстанцев в полной мере проявилось в эти трудные дни. Никто не остался в стороне от общей работы. Вы неустанно трудились, чтобы обезопасить наших граждан, спасти наши города и села от стихии. Ваши усилия равны этому подвигу. От себя, личные жители региона, искренне благодарю вас за ваш вклад в борьбу с паводком. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в работе и благополучного возвращения домой. В частности, на борьбу со стихией было мобилизовано около 7 тысяч человек региона и более 3,5 тысяч военнослужащих. По берегам реки Урал выстроены дамбы и укрепления более 140 километров длиной и высотой 2-7 метров. Более тысячи единиц спецтехники из других регионов работали круглосуточно. 15 апреля ДЧС города Астана прибыли силы и средства. Количество 83 человек, количество состава, 12 единиц техники с оборудованием, мотопомпы, надувные лодки. Работали на территории города Уральска. За это время проводились работы по эвакуации сдачных обществ, укрепления дамб, мешкатарами. Чем смогли, мы тем помогали людям. В торжественной обстановке Аким области вручил благодарственные письма командирам подразделений. И в знак благодарности они получили памятные подарки, которые будут напоминать об общем успехе в борьбе с паводком. Ведь со дня прибытия все силовые структуры сразу же распределялись по участкам и тут же приступали к работе. К примеру, из соседнего Октау на помощь уральцам приехали 200 военнослужащих. Из Талдыкургана – 300. Мы прибыли из города Талдыкурган. Нам досталась такая возможность помочь Уральску. Помогали поселку Терекино. Укрепляли дамбы. Сколько у вас человек прибыло? Прибыло с нашей бригадой 300 человек. Работали на участках опасных, которые рядом с домом затапливало. Мы укрепляли дамбы, поднимали дамбы. Было проведено 40 километров дамбы. На паводках я впервые. Очень большой ущерб мог принести потоп. Мы старались помочь людям. Сделали все возможное, у нас получилось. Дачный массив – речное. На две смены были поделены военнослужащие по 100 человек. Все 100 человек 24 часа оказывали помощь. Это были участки, которых можно было спасти, я считаю. В данный момент уровень воды упал в направлении дачного массива речное. И дачи остались целыми, неуродимыми. Оказать помощь народу – это мечта любого офицера, сержанта, солдата. Я думаю, что с поставленной задачей бригада морской пехоты справилась. С высоты птичьего полета оценили масштабы паводка лётчики сборного экипажа со всего Казахстана. В небе над Западно-Казахстанской областью они провели порядка 15 часов. Оперативно прибыли, бескорыстно сражались с природной стихией, не жалея себя и оберегая людей. Этот паводок наглядно показал, что наш народ един и силён этим. Только благодаря единству и сплочённости всех казахстанцев нам удалось благополучно справиться с паводком. А сейчас всем, кто прибыл к нам на помощь, мы желаем счастливо добраться до дома.